Ярославцы смогут узнать, о чем писали солдаты с фронтов Великой Отечественной. В области начинается новая социальная акция. Она пройдет по инициативе региональной общественной палаты на базе Центра патриотического воспитания. Основная задача мемориального движения – собрать печатные и рукописные свидетельства подвигов уроженцев Ярославской земли в сражениях с 70-летней давности. Письма с полей сражений, боевые награды, памятные фотографии – все то, что бережно хранят в семейных архивах тысячи ярославцев. Однако личное собрание может стать частью Общеобластного фонда памяти. Главная цель акции – инициированная областной общественной палатой, которая берет начало в эти предюбилейные дни – собрать воедино редкие и отрывочные свидетельства подвигов солдат и офицеров, окопную правду и воспоминания тех, кто ковал победу в тылу. Мы сейчас понимаем, что эти события, по сути, в масштабе истории, происходили буквально вчера. И наша главная задача – пока наши ветераны живы, безусловно, выполнить все государственные обязательства, которые стоят перед ними. Но самое главное – дать им возможность рассказать именно молодежи о том, как было в то время и как становятся героями. В преддверии 70-летия Великой Победы в области проходит одновременно несколько акций. Это не только сбор мемориальных вещей, но и восстановление военных памятников, а также вручение юбилейных медалей. Главное – это память, главное – это уважение. Дочери Владимира Дябина правду о войне рассказывал отец. На боевом счету почетного гражданина Ярославля битвы за Москву, форсирование Днепра, освобождение Калуги, Харькова, Киева. Больше четверти века он работал над книгой «Вечная память». Она стала основой создания в Ярославле воинского мемориала. В военно-медицинском архиве Владимир Степанович собрал сведения о 5000 погибших ярославцев. Дело надо все это не для того, чтобы получить какие-то награды, а для того, чтобы действительно, как он говорил, я поклялся своим товарищам, которые во гибели, что их имена действительно не забудут. Не забудьте передать потомкам. В этом создатели новой эпистолярной акции видят ее главный смысл. Для того, чтобы принять в ней участие, нужно сделать копии писем с фронта. С этими копиями обратиться, прийти в Центр патриотического воспитания. Он располагается по адресу улицы Советская, 19, дробь 11. Это бывший дом офицеров. Также один из моментов можно сделать это по электронной почте. На сайте erpatriot.ru опубликована вся информация. Заявки на участие будут приниматься до конца этого месяца. Итогом акции станет электронная книга писем на портале Патриотического движения.